Привет, девчата! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня в видео я расскажу, где же лучше учиться шить. Оставайтесь со мной и всем приятного просмотра! Я расскажу о своем опыте, где же я научилась шить, как это произошло, какие курсы или не курсы я рекомендую, что я проходила. В общем, весь свой опыт я сегодня попытаюсь рассказать в этом видео. Если у вас будут какие-то вопросы, то пишите обязательно мне в комментариях, я все читаю и на все отвечаю. А также заходите в мой инстаграм, я там тоже очень часто пишу всякие истории интересные. И подписывайтесь на мой инстаграм. Для начала хочу сказать, что я не тот человек, который учился шить в детстве, как многие из портных, которые начали шить с детства. Нет у меня такого опыта не было, у меня мама не шьет, у меня не шьет сестра, у меня не шьет бабушка, ну только в пределах вот что-то там сшить юбку солнца, вот что-то такое, наверное. А так вообще у меня нету в близлежащем окружении портных. У меня есть высшее образование, я по первому высшему образованию журналист. После того, как я закончила журфак, я год еще работала и думала, нравится мне эта профессия или нет. И мне не понравилось работать журналистом. К сожалению, такое бывает, что учиться нравится, а работать не нравится, это не твое. И я начала за этот год, я начала искать варианты, кем же я хочу быть, когда вырасту, и кем же я хочу работать, что мне близко к сердцу. Я написала список того, что я люблю делать или хочу делать. И там было, среди прочего, был пункт, где я сказала, что хочу быть модельером, дизайнером одежды. И на следующий год я пошла учиться в техникум на портного закройщика. У меня есть образование средне-специальное, портной. Будь здоровы, доча! У меня есть образование, есть корочка из техникума, что я портной закройщик. Также я училась на многих онлайн-курсах, так что у меня есть опыт. Давайте я немножко об этом во всем расскажу подробнее. Я училась у себя в городе, в техникуме моды и дизайна. Я живу в городе Воронеж. И могу сказать, что техникумом я очень сильно довольна. Я могу рекомендовать его, если вы живете в Воронеже. И я расскажу такой лайфхак. Я пошла учиться в техникум совершенно бесплатно, потому что у меня не было средне-специального образования бесплатного. И так как я гражданка Российской Федерации, я имею право получить бесплатно первое средне-специальное образование и первое высшее образование, если я прохожу по своим баллам, своему аттестату на бесплатное образование. Так и получилось с техникумом. Я прошла туда абсолютно бесплатно. И после университета начала учиться. То есть порядок образований тоже не важен. Если у вас первое уже получено высшее образование, вы можете получить бесплатно второе образование средне-специальное, если вы еще не получали бесплатно такое образование. На самом деле в техникуме было очень много разношерстных девушек. Девушек разного возраста. Я была не самая старшая. Конечно, большинство девушек было в возрасте после 11 класса. Где-то, наверное, процентов 60. Остальные были разные. Тоже кто-то с высшего образования. Кто-то просто пришел в 40 лет, потому что захотел попробовать шить. В общем, совершенно разные были люди. И вот мы учились все вместе на Портнова. Училась я год. Это было прям такое образование-образование. Мы даже проходили экономику и всякие там ОБЖ и прочее. Но мне эти занятия были неинтересны. Мне были интересны непосредственно занятия по шитью и околошвейные. У нас были полноценные уроки конструирования. То есть я умею конструировать от начала до конца брюки, юбку, жакеты, блузки, платья и так далее. Это, наверное, один из первых главных плюсов образования в техникуме. Вы проходите там целую школу знаний, прям по всем пунктам. И вы имеете дело там непосредственно с людьми, которые практикуют пошив. То есть они работают также портными. Наши преподаватели назывались мастерами. И они действующие портные. Это, конечно, большой плюс. Вы имеете дело с мастерами, с опытными мастерами, которые вам передают свои знания в конструировании. У нас был мастер, который занимается легкой одеждой. И была мастер, которая занимается больше верхней одеждой. И мастер, которая больше специализировалась по технике пошива. И мастер, которая больше специализировалась по конструированию. И она была, конечно, в этом очень классной. И в посадке, в дефектах ей не было равных. Она действительно классно нам доходчиво всю давала информацию. Было сложно, не скрою. Если вы идете туда учиться с нуля, то будет сложно. И если вы мотивированы действительно научиться шить, научиться конструировать. Если вы полностью погружаетесь во все это образование, то действительно непросто. Потому что информация достаточно сложная. Конструирование это достаточно сложно. И многие узлы в пошиве тоже достаточно сложные. Конечно, очное образование и техникум это еще и дополнительные знакомства, классные встречи. Еще один год студенческой жизни. Вы погружаетесь, сидите в столовой, что-то обсуждаете, сдаете какие-то зачеты. Это, конечно, очень тоже здорово. И вот эта часть очного образования мне тоже очень сильно нравится. Я бы тоже поставила большой плюс в сторону общения с живыми людьми, с людьми, которые тоже мотивированы шить и научиться шить. Также у нас был полноценный курс по материаловедению. То есть я знаю достаточно много о материалах. И мы там очень много материалов щупали, смотрели, наглядно все это нам показывали. Это, конечно, тоже супер важно, уметь подбирать материал под изделие конкретное. Но после того, как я обучилась, я, конечно, сама тоже очень много изучала материалы. Я ходила по магазинам тканевым. Очень важна в этом плане и насмотренность, я так считаю. Потому что, конечно же, когда вы ходите, читаете составы, смотрите на цены, изучаете материалы. Это, конечно, тоже дополнительный бонус вам как портному. Ну и, конечно же, там мы шили. Мы изучали узлы пошива, мы изучали техники, методики. Мы изучали различные стишки. Мы пробовали промышленные машинки, промышленный оверлок. Шили за промышленными машинками непосредственно вещи. Начинали мы, конечно же, с юбки, как полагается. Потом были брюки. Потом мы шили новогоднее платье, я помню. Также я шила для выпускной работы пальто с утеплением. Я бы даже порекомендовала вам, если вы пойдете учиться в техникум, взять последним изделие сложное. Потому что на сложном изделии, конечно, преподаватели очень сильно вам будут помогать рассказывать все фишки, которые они знают в пошиве, в технологии данного изделия. Я, кстати, свое утепленное пальто до сих пор ношу, его люблю нежной любовью. Оно очень классно сшито и оно мне очень сильно нравится. Не могу сказать, что за год вот этого образования в техникуме я научилась шить от и до, конструировать от и до. Нет. А в дальнейшем я еще свои навыки, конечно же, повышала с помощью просто шитья. Чем больше вы шьете, тем больше вы будете уметь. И я бы, конечно, рекомендовала для такого нулевого образования, если есть возможность, пойти в техникум. Потому что нет ничего лучше вот такого вот очного образования с преподавателями, которые практикующие портные. Но если у вас нет времени или если у вас нет возможности очно заниматься, то, конечно же, сейчас очень много курсов оффлайн, которые можно пройти. Такое образование уже, конечно же, не бесплатное, но вы можете выбрать то, что вам нужно, исключая всякие там экономики, физкультура, ОБЖ, которые занимают просто время ваше и вам не нужно. То есть везде есть свои плюсы и везде есть свои недостатки, минусы. На самом деле я бы рекомендовала пройти какой-то нулевой курс, то есть пошив от нуля. Если есть возможность, я повторюсь, что лучше сделать это оффлайн. Если нет такой возможности, онлайн, мне кажется, немножко хуже. Но, в принципе, если вы реально мотивированы, то можно и онлайн. А затем я начала шерудить сайты с готовыми выкройками и с технологией пошива. Это очень классно на самом деле, что я очень быстро наткнулась после своего обучения на сайт Вики Соус. Я до сих пор шью по этим готовым выкройкам. Мне очень нравится, что в них есть полноценное описание пошива. Сейчас на данном этапе моих швейных навыков хватает для большинства изделий, которые там есть. Ну, наверное, практически для всех изделий я могу, в принципе, шить без инструкции. Но иногда подсматриваю, может быть, какие-то новые есть методики обработки, может быть, что-то интересное подцепить для себя. И на самом деле, после того, как я выпустила с техникума, у меня еще были такие некоторые провалы. Все-таки не все изделия мы шили, я не шила, например, рубашку тогда, и я не шила, например, жакет, я шила пальто, не шила отложной вот этот вот лацкан, воротник. Поэтому вот выкройки Вики Соус мне очень сильно в этом плане помогли. Там собрано все. Вот если вы хотите научиться шить жакет, вы берете жакет, выбирайте, который вам нравится. И вы по этим инструкциям начинаете учиться и отрабатывать вот эти вот узлы. Можно пробовать отрабатывать узлы на отдельных деталях, на макете. Можно пробовать отрабатывать узлы сразу на изделии. Ну, чревато, конечно, но вдруг получится. Выкройки, готовые с полным описанием, мне действительно очень сильно подняли мой швейный скилл. И я очень сильно рекомендую этим пользоваться и обязательно читать то, что там написано. Также я помню, что я проходила несколько марафонов, таких мини-курсов. Например, по технологии, которые мне были очень сильно интересны. Я шила платье с пайетками. И мне было очень сильно интересно, как это все обрабатывается, как это все сажается. Потому что я сажала на фигуру прям конкретно это платье. И там была инструкция по посадке тоже. И как это все запаковать, как платье именно запаковать подкладкой красиво. Платье было с разрезами. Тоже мне было интересно, как разрез запаковать подкладкой. Вот я покупала такой курс и училась по нему. Также я покупала курс по пошиву шубы на утеплителе. И тоже мне было интересно, как же шить мех, как дублировать бязью, не используя клеевые материалы. Как обработать этот карман такой интересный в шве. Как вообще просто шить эко-мех. И я покупала такой курс и действительно училась просто на вот этом всем. И это действительно классно поднимает уровень пошива. Чем больше вы шьете, чем больше вы изучаете технологий, тем больше вы будете круто шить. Ну конечно же по готовым выкройкам не научишься конструировать. И я после того, как выпустилась с техникума, еще какое-то время конструировала для себя по книгам. Я неплохо знаю конструирование, но готовые выкройки меня очень сильно расслабили. Потому что я сейчас предпочитаю взять декотовую выкройку и смоделировать ее, нежели что-то конструировать под себя. Есть выкройки, которым я доверяю. И очень многие выкройки сейчас выпускаются актуальные, трендовые. И поэтому я не вижу смысла что-то строить заново, если такие выкройки уже выпущены. Мне очень нравятся выкройки Грассер. Они сейчас тоже выпускают с подробным описанием пошива. Можно пользоваться также их выкройками. Из готовых выкройок, по-моему, я больше особо ничем таким не пользовалась касательно инструкций. То есть вот, наверное, Вики Соус и Грассер это два таких портала, которые я точно рекомендую для обучения. Также если есть какие-то сложности с тканями, например, сложный пошив кожи или текотажа, или там, вот опять же, платье с пайетками или состыковки клетки, тоже можно найти именно конкретную модель, вот, например, где стыкуется клетка или где совмещается рисунок. И посмотреть, есть ли в инструкции описание, как вот это все нужно сделать. Насколько я понимаю, у Вики Соус есть такие выкройки жакетов. Они клетчатые и там есть совмещение рисунка и все подробно описано и рассказано. Это тоже очень важное, классное знание. Иногда я что-то сшила, даже не потому, что мне хочется это что-то сшить и носить, а потому, что мне хотелось именно научиться. Знание конструкции, знание конструирования учит вас моделировать в дальнейшем разные выкройки под себя, под свои запросы или под запросы заказчика. Также для заказчика можно тоже брать какие-то готовые выкройки, которым вы доверяете, и моделировать их под него, тем самым экономя достаточное количество времени своего личного. Но если прям вообще уже фигура прям очень сильно нетипична, то, конечно, строить. И вот в таких моментах действительно нужно уметь конструировать, если фигура является нетипичной. Поэтому, как мне кажется, чтобы быть хорошим портным, закройщиком, нужно иметь знание не только в пошиве, но и в конструировании. Действительно, это очень важная тема, которую можно, в принципе, проработать и самостоятельно. Я могу вам рекомендовать две книги, которые я до сих пор считаю своими настольными книгами. Пользуюсь ими и иногда залезаю туда, чтобы что-то подсмотреть. Это книга по конструированию швейных изделий. Это учебник. Этими учебниками мы пользовались уже в техникуме. Мы учились по, собственно, ним. И потом, когда я выпустилась из техникума, я по этому учебнику очень много всего конструировала. Я, конечно, там использовала и всякие распечатки, которые я сохраняла с техникума тоже. Но в дальнейшем, в принципе, я это все выкинула, потому что в книге тоже очень много всего есть. И, в принципе, можно по этой книге сконструировать все, что вы хотите, по-моему, кроме белья. Когда я училась, этот учебник было достаточно сложно найти. Но если вы найдете где-то, может быть, даже на Авито, например, кто-то продает. Потому что второй учебник я купила на Авито. Вот этот учебник это Амирова, Сокулина, Сокулин и Труханова. Издательский дом Академии. Называется «Конструирование швейных изделий. Профессиональное образование». Такой учебник. Вторая книга это Силаева. Пошив изделий по индивидуальным заказам. Здесь собраны всяческие разные узлы обработки. Как что обработать. Прямо по оглавлению идете. Хоп, обработка юбок. И тут написано модели юбок, описание юбок, как сделать шлицу в юбке, как сделать шов обработать в юбке, как сделать застежку, детали кроя и так далее. Был еще третий учебник. Назывался «Что-то с дефектами». В общем, такой тоже примерно похожий на эти учебнички, только поменьше. И там уже непосредственно вы можете смотреть и сверять, какие дефекты в посадке вы видите на человеке или на себе. И читать, как можно устранить эти дефекты непосредственно вот в этой книжечке. Еще была книжка по материаловедению. Но, честно говоря, я больше доверяю опыту. Обязательно находите по магазинам, обязательно щупайте ткани, обязательно их мните, смотрите. Также читайте описание. Вот готовым выкрикам тоже конкретно там написано, какие ткани можно подобрать. И впоследствии вы заметите, что с каждым разом ткань все круче и круче подбирается вами к определенному изделию. Напишите мне в комментариях, как вы учились шить, когда это было, возможно, вы с детства шьете. Я, например, в детстве вообще не брала иголку в руки. И у меня единственное за шитье в школе была четверка, у всех остальных девчонок пятерки. Я не могу сказать, что это с детства моя любовь, но это любовь, которую я нашла вот в своей сознательной взрослой жизни. И, конечно, сейчас очень сильно кайфую, потому что действительно это то, что мне очень сильно нравится. Это то, о чем я постоянно думаю, и мне хочется что-то постоянно шить, хочется сесть за машинку, пошить немножко для себя, погрузиться вот в эту медитацию. И я надеюсь, что у меня очень скоро появится побольше времени для таких медитаций. Кстати, недавно вышел к курсу Вики Соус по пошиву нижнего белья. Это никакая не реклама, потому что я очень сильно хочу на самом деле на этот курс, но, к сожалению, сейчас я не располагаю таким большим количеством времени, чтобы отучиться 12 недель и сшить за эти 12 недель по комплекту в неделю. То есть получается 12 комплектов. У меня сейчас маленький-маленький ребеночек, и, конечно, я не располагаю таким количеством времени. Я надеюсь, когда-нибудь у меня хватит времени, и я отучусь еще также на белье, потому что я не шила белье никогда, и мне бы хотелось попробовать. В общем, шитье на самом деле это постоянно какое-то изучение нового чего-то, и меня это, конечно, невероятно мотивирует, потому что то, что ты любишь, когда ты развиваешься в этом, мне кажется, это очень здорово. Не стоишь на месте, не шьешь что-то одно и то же, мне кажется, что в этом и есть какое-то движение, какая-то жизнь. И так можно подытожить. Я, конечно, очень сильно рекомендую вам попробовать получиться очно где-то, возможно, в Грассер, или, возможно, вам удастся найти техникум в своем городе, и действительно погрузиться полностью в пошив вместе с людьми рядом с вами, которые тоже горят шитьем. Это действительно очень здорово, но если нет, то сейчас достаточно много информации онлайн, где вы можете тоже, если вы мотивированы, вы можете научиться шить и дома. Я надеюсь, что вам это видео было полезно и интересно. Поставьте, пожалуйста, лайк, а мы увидимся с вами очень скоро в следующих видео. Я всех целую и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok